всем привет привет мои дорогие зрители с вами ярослава и сегодня первые такое первое видео когда я участвую в проекте с кем-то с девчонками и мамами блогерами другие ссылочки на их канал я оставлю под этим видео мы запустили проект под названием мамы блогеры выбирают и теперь каждое 25 число каждого месяца мы будем выкладывать обзор каждый обзор выкладывает свой на какой-либо продукт или на какой-либо медикамент или на пюрешки или питание короче на все на все что угодно например сегодня или сейчас мы должны все выложить обзор на самый наш любимый подгузник на самый любимый производитель подгузников и каждый выбирает свой я например сегодня буду рассказывать вот об этом пампер sleep and play размер у нас четверочка от 7 до 14 килограмм здесь шестьдесят восемь штук у них немного видоизменилась упаковка были там но был другой мальчик короче это для меня самые приемлемые бюджетные подходящие подгузники вот обзор сегодня будет об этом и если вам интересно оставайтесь со мной и обязательно если вы пытаетесь выбрать для своего ребенка подходящий подгузник обязательно проходите на канал и девчонок что же выбрали они возможно вы для себя выберите самый лучший подходящий бюджетный вариант поехали как я уже сказала у них немного видоизменилась упаковка вот такая вот она на 68 штук это обалденно для меня подгузники потому что в них сочетается все и цена и качество просто на ура по моим подсчетам цена за один подгузник составляет примерно 11 рублей ну там где-то может 40 или 50 копеек примерно вот так по крайней мере у нас в кирове за них такая цена я не помню какая цена за упаковку я помню сколько цена за один подгузник короче за один за время как у памперс зеленый вот такой вот упаковка из салоя вера у них подгузники они стоят 14 рублей упаку за упаковку в то же время как у например у либера об нго или либера там эти с животными у них 16 рублей за штуку вы представляете то есть 11 рублей или 16 рублей за штуку про мэри с гуны и японские подгузники я вообще не говорю там около 20 аж 22 рублей за одну штуку мы и знаете честно скажу мэри с и гуны конечно они хорошие мы пользовались ими первое полгода потому что они были самые лучшие самые клёвые ну когда ребенок стал не так предрасположен как прелостим и так далее когда у него кожа уже более-менее попривыкла к окружающей среде мы начали использовать более бюджетные подгузники кстати обзор на такие же бюджетные подгузники я рассказывала об ара мама с бэби и ахагисах я оставлю ссылочку тоже ну где-нибудь здесь и зайдите посмотрите там тоже там еще бюджетные подгузники в итоге мы остановились вот на этих такие вот эти подгузнички на вид нарисованы на них какие-то обезьянки если вы любите когда подгузник приятно пахнет когда он не без запаха а когда он именно имеет какой-то аромат то это вот для вас у памперс которая с алоэ вера зеленая да также есть подгузники они тоже круто пахнут но они прям ядовито пахнут а вот эти не знаю мне нравится их божественный запах мне прям нравится у ребенка потому от попы ну так приятно пахнет я прям не могу вот короче это будет для вас у них вот такая вот зеленая поверхность я надеюсь видно что вот она зеленая так ну-ка фокус ловим у них отличные резиночки которые у них отличные резиночки которые просто для меня идеально тянутся и не идеально держат они вот такие вот держат они просто великолепно у ребенка нигде ничего не сползает нигде ему не жмет это все очень удобно этого памперса липучки не одноразовые то есть если вы где-то вам пришлось снять подгузник у ребенка вы поняли что он практически полупустой вы можете одеть его снова здесь просто тоже идеальные резинки например у тех же хагисов когда мы ими пользовались хагисы тоже были нормальные но у них вот эта резинка когда ее сильно оттягиваешь она просто в таком положении потом и оставалась то есть это было плохо если я захочу снова его переодеть подгузник уже будет растянутый а здесь как видите она возвращается на место она прям такая клевая стрещивая на резинках и они возвращаются обратно это очень круто прорези чтобы попочка немножечко наверное дышала ну я не скажу что прям такой мягкая бархатная поверхность у японских подгузников конечно на этот счет огромное преимущество потому что у них реально очень мягкая здесь поверхность прям какая-то бархатная шелковая а здесь нет она не особо такая вот приятная на ощупь но обычный и обычный знаете мне в нем нравится все он отлично держится у ребенка ночью как-то раз у нас был такой семейный эксперимент у меня ребенок выпил огромное количество компота на ночь просто огромное мне даже было столько не выпить и я уверена была что он будет подсикивать у меня просто всю ночь мне казалось что мне придется посреди ночи менять ему подгузник хотя нам обычно хватает на ночь одного подгузника если мы одеваем ему где-то часов в десять и снимаем тоже часов в десять утра наверное потому что вот как он спит так мы держимся я думала он его там опузырит и у него потечет по бокам такое было у нас с хаггисами они протекали с боков такое у нас было с мамой с бэби это была великая проблема они протекали с боков с ара такое иногда бывало короче со многими подгузниками такое бывало но вот эти они просто выстояли выдержали и они справились на ура когда я сняла с ребенка подгузник он был мне казалось что двухкилограммовым он был такой напруженный он у него отвисал до колена еле еле держался но он выстоял и представляете когда я сняла ему этот подгузник ну практически была попа сухая то есть понятно что она немножечко подпотела но не было прям такой вот мокроты как например там от мама с бэби иногда в хаггисах просто мне кажется там пар пойдет вот так вот если вам понравилось данное видео если она вам чем-то пригодилась ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и обязательно заходите к девчонкам на канал и смотрите что же выбирают они и а я пошла их посмотрю что же они выбрали может быть я извиню свое мнение хотя хотя вряд ли так что всем пока пока до встречи люблю целую пока